Всем привет дорогие друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в Драконы, Садники, Олуха. Четвертый день и 35 рун я забираю. Так, двигаемся дальше. Начнем, пожалуй, сразу с открытия паков. Монетки Одина. Кстати, мы с тобой посмотрим, доступен ли нам пак именно с рыбой. Если доступен, мы обязательно его сейчас купим. Так, и рекламный сразу глянем. Ну что же, монетки Одина забираем. Кривец, шум от смерти, громобой защитник. Ну и в принципе все. Так, а теперь сразу глянем по поводу рыбного пака. Итак, нет, друзья мои, он нам недоступен. Все, продано, написано. Жаль, а я думал, что мы сейчас с тобой приобретем немножко рыбы и сможем прокачать наших динозавров. Ладно, придется тогда довольствоваться тем, что нам принесли наши драконы. Так, этого отправляем. Этого тоже. Ветрокрыл, здорово. Что мы тебя, наверное, отправим за... За железом. Да, лети-ка ты за железом у нас пока. Древоруб тоже самое. Костолом принес нам рыбы. Чуть-чуть, буквально. Этих мелких, наверное, мы с тобой тоже отправим, да? Так, нет. Не-не-не-не-не-не-не. Какое приключение? Не надо. Давай, просто лети за древесиной и все. Не ерзай здесь. Так, ну, барсик что нам сейчас принесет? Я не знаю, ребят. Руны. Тут, скорее всего, выпадет нам тусклый янтарь. Ну, естественно, именно на нем тормозит. Именно он нам достается. Ладно. Мы, наверное, с тобой отправим тогда его дальше в приключение. Пускай летит. Нечему здесь проклаждаться. За древесиной. И Громвильда тоже летит за древесиной. Здесь у нас что? 130 тусклого янтаря. Так, в обменном пункте у нас ничего хорошего не выпадает. Беззубик до сих пор еще у меня на задании. Странно. Очень долго что-то он там летает. Скалотряс. Хватит там трястись. А где мои рыбники-то? Почему я тебя не отправил за рыбу? Вот скажи мне на милости, а? Вот почему? 99 уровень. Так, 6 железа. Все, друзья мои, еще один дракон у нас будет сотового уровня. Громобой пошел на прокачку. Так, крылатый ужас. Ты-то как? Будешь у нас повышаться или... Нет, он все сопротивляется. И я так понимаю, он, наверное, будет до последнего тут сопротивляться. Пускай дальше летит. Этого-то почему я тоже не отправил, а? Лети давай. Так, кревет нам принес 27 миллионов рыбы. Теперь давай секундочку. Весный чест до сих пор еще там летает, да? Заберем тогда здесь. Ну, грубо говоря, 40 и 27. Ну, почти 70 лямов рыбы. Я думаю, что это неплохо. 70 лямов рыбы. Так, тебе хватит на один раз? Хватит. Будем этого громобоя с тобой прокачивать теперь. Сегодня, друзья мои, у нас должно быть доступным событие. В принципе, из-за него я и зашел в игру. Так, три железа маловато. Хотелось бы, конечно, побольше что-нибудь. Уходите. Все, выбрали. Так, а что это у меня тут стоит? Я не могу понять. А, да-да-да. Я, друзья мои, изваяние сделал. Вот одно для костолома, а другое для штормореза. Все, с рыбой у нас тю-тю. Так, буйволорд. Лети. Да, остальные все, ребят. Так, этого тогда тоже отправляем. Максимальное количество и там, и там. Все занято, все забито. И даже тебе никогда не слетать. Жаль, очень жаль. Так, ну что, заберем здесь свои награды. Так, 20 и здесь 20. Нужно будет еще 50, да? 50 очков. И тогда мы получим с тобой награды. Здесь, я так понимаю, у нас пак готов. А из него нам выпадает шепот смерти, душитель, крылатый ужас и все. Следующее сразу делаем на открытие. Здесь, давай вот этого прошуршим. Так, он принес нам мухоморы. И плюс, опять же, тусклый янтарь. Здесь у нас только лишь древесина. Ну что, ребята, а теперь идем прямиком на событие. Это у нас драконий корень, рост. Это событие мы уже с тобой неоднократно проходили. Оно, наверное, длинное у нас. Да, приличная по продолжительности. Я так понимаю, наверное, за три заходки нам придется его проходить. Не меньше. Может быть, за две. В общем, посмотрим. Команду я пока не менял. Если надо будет, мы с тобой возьмем... Кстати, мне кто-то из подписчиков посоветовал. Возьми, говорит, вместо Барсика Костолома. Вот я тоже думаю, может быть, нам действительно взять Костолома вместо Барсика. Все равно от Барсика у нас толку вообще мало, ребят. Во-первых, то, что у нас два класса есть одинаковых, фиол, это не очень хорошо. Надо иметь разносол. Ну, разносол я имею в виду, что должны быть все разные. Но тот Костолом, он, по-моему, у нас относится к этим, как их назвать-то, красные. Кто они у нас? Ну, скажем так, бойцы. К бойцам, да? То есть у нас получается либо два фиола, либо два красных. Другого варианта я не вижу. Но как по мне, как по мне лично, ребят, то я, наверное, все-таки взял бы лучше бы, наверное, действительно Костолома. Барсик имеет двойную атаку, да, я не спорю. Но его очень быстро разбирают. Очень быстро. Против красных очень эффективен синий класс. То есть хитрости, да? Ну, вот, например, вот этот, да, очень хороший. Но они почему-то не атакуют. И вот я заметил, не атакуют именно тех, кому могут нанести больший урон. То есть, по идее, вот он должен наносить урон Кривоклыку. Но он почему-то решил Барсика. Видимо, потому что у Барсика меньше всего здоровья. Так что, наверное, мы сейчас с тобой после этого поединка так и поступим. Возьмем, а там уже посмотрим, как пойдут дела. Потому что у Барсика, кроме как обычной атакы, мы с тобой ничего не делаем. Просто ничего не делаем. А у того хотя бы есть усиление атаки, что дает нам большой плюс. Ну что, давай крутанем колесо. Посмотрим, что он нам здесь выпадет. А выпадает нам с тобой пак. Пак новичков. Так, он что, в копилку ко мне туда полетел, да, получается? Окей. Так, мои драконы. Ну, где у нас этот? Вот он, да, костолом. Снарядить вместо Барсика. Просто Барсик у нас получается как бы легендарный. Премиальный, да, дракон. Ладно, еще раз повторяю, ребята. Один поединочек можно посмотреть, как у нас пойдут дела. А если совсем все будет плохо, мы с тобой, конечно же, поменяем обратно. Так что давай смотреть. Против Стражей, да, конечно, очень хорошо он пойдет. Но, как мы видим, тут Стражей нету. Стражей тут нету. Ладно. Приступим. Слушай, а зачем я... Опять не то делаю. Нам нужно с тобой бомбить троих ударов. Зачем я туда переключился-то? Ай-яй-яй. Это непорядок. Ну, сделаем, например, так. Так. Нельзя позволять накапливать четыре энергии, иначе будет нам... Финиш. Ну, давай, что ты там будешь делать. Тут пока еще одна волна идет, слава богу. Вау. Фаер. Чего он там сделал? Ты давай-ка завязывай. Он всем повысил атаку. Почему-то я не удивлен. Нисколечко. Да, раньше все бомбили барсика. У нас барсик был, как груша для битья. Теперь почему-то, ребят, криво-клык у нас, как груша для битья был. Ну, давай свой фаервол. Нет, не стало. Ладно, пока все легко идет, потому что тут одна волна была. Дальше посмотрим, что будет. Ну что, крутим кресло и забираем древесину. 75 миллионов. Ну, допустим. Так, переходим с тобой на следующий поединок, где после драки мы должны получить свой самый обычный загадочный пак. Ничего в нем такого суперского нету. Так, ты же, по-моему, страж. Да. Лаврык это хорошо, когда он страж, но будем начинать вот с этого граммельчика. Надо будет его в первую очередь сбомбить. Поехали. Так. Теперь понижаем ему защиту. Уничтожаем. Ну и, как говорится, лаврык. Лаврык очень-очень слаб против наших, как говорится, бойцов. Поехали. Раз и два. Последняя волна. Тут у нас... Ух ты. Да. Ну, поехали. Вот так начнем. У нас вот есть вот этот вот удар. Мне, конечно, он нравится, заходит. Что мы можем с тобой отменить им способность применять суперудары. Но урон не наносит. Вот единственное, что урон не наносит этот удар. Он просто блокирует и все. А хотелось бы, чтобы, конечно же, они еще при этом получали урон. Так, видишь, заблокировал способности. Но это все ерунда. Я надеюсь, у нас за сегодня за игру ни разу не вылетит. Не хотелось бы, на самом деле. Так, ну что. Опа, кусает. Ну, а мы, наверное, сейчас его добиваем. Ну что, друзья. Крутим еще раз колесо. Выпадает нам 75 миллионов рыбы. Это уже поприятнее будет. И забираем с тобой загадочный пак. Раз, два. Два поединка обычных. И последних причем. То есть мы с тобой заберем 700 вот этих вот тусклых янтарей. И, в принципе, все. Можно будет закругляться. Ну, можно еще один раз сходить на арену для того, чтобы забить себе паки. И все. Так, ну что. Костолом и душитель у нас здесь. Начну, естественно, с душителя. Костолом. Красный. Хм. Так, а если сделаю вот так. И вот так. И убиваем. Ну что, Костоломчик. Ага. Такой же, как и я, да? Я тебя понял. Ну, мы сильнее оказались. Так, тут Громорок. И Костолом. Причем, когда мы с тобой переходим в следующую волну, у нас наш баф не спадает. И это очень круто. То есть мы как были прокачаны, так и остались. Четенько. Ну что, Костолом, у тебя шансов нету. Две энергии. Ты ничего нам не сделаешь. Так, понижаем ему защиту. Делаем удар. И добиваем. Проще паренной репы. Крутанем. И заберем древесину. Понятно. Так, это мне все не нужно. А что там вышло-то с тобой? Хей! Давайте-ка, ребятушки, обратно. Что это вы меня выкинули? У меня еще одна энергия есть. Ну, сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Так, ну, ясное дело, что начинаем здесь с парящего прихвостня. Этого пока трогать не будем. Парящий прихвостень. И он фиолетовый у нас, да? Так, может быть... Ну, давай, короче, сделаем с тобой вот так вот на усиление. Быстренько его надо будет разобрать. Готов. Синий. Ну, синий, как я и говорил, что наносит усиленный урон по красным. Опа! Опа! Странный мужичок. Я думал, что он сейчас бомбанет по нам, а он почему-то решил по шторморезу бомбануть. Ладно, флаг тебе в руки и барабан. Ну что, тут громорога. Конечно же, начнем плющить с тобой в первую очередь. Можно было бы защиту на красных повесить, да? Но, я думаю, не стоит. Уклонение. Понятно. Так, добиваем. Теперь скалу. Он у нас идет, кто? Страж. А, как говорится, наши красные наносят усиленный урон именно по зелени, по защитникам, по стражам. Ну, вот и все. Сколько могли, столько прошли. Крутим очередное колесо и выпадает нам с тобой 75 миллионов рыбы. 305 лямов. Общее количество. Окей. Ну, и забираем с тобой 700 тусклого янтаря. Все, друзья мои, здесь пока мы закругляемся. Открываем пак. А, тут даже два у нас. Шторморез, громобой, громель. Ну и все. Так, и загадочный. Монитудина. Шторморез, шепот смерти, костолом. Все. Довольно мало начинает давать нам драконов, да? Всего лишь там по 3-2 штуки. А здесь? А здесь мы с тобой еще награду заберем или нет? Мне даже забрать. Угу. Давай-ка посмотрим, что нам тут достанется. 50 рун. Отлично. Так. Ну, вроде бы и все, да? Пойдем быстренько с тобой набьем, наверное, пак. Один. Поехали. Поединки это... Ну, в принципе... Ну, ладно. С составом этим попробуем поиграть. Почему бы и нет? Крылатый ужас. Ну, самый противный здесь, конечно же, это ветрокрыл. Как ни крути. Это прям... Самый настоящий вредитель. Начнем, пожалуй... Так, тихо. Начнем, пожалуй, наверное, с пристеглового, да? А там уже и до остальных доберемся. В минус. Так, сейчас будет заморозку делать, наверное. Ай-яй-яй. Вот это вот неприятно. Что он делает? Ой, как было неприятно, друзья. Так, сейчас опять кому-то... Ну, вот, видишь, что он делает. Есть ли вообще смысл? Я думаю, что пока нету. Пока нет смысла на него вешать слепоту. Теперь я об этом пожалел. Ну-ка. Раз, два. Отлично. Так, ну что, остается у нас один ветрокрыл. Вот теперь надо его успеть уничтожить. Потому что он может, скорее всего, выйти на ничью. Он зеленый. Мы его сейчас припаримся здесь бомбить. Причем у нас нет понижения защиты для него. И это надо будет пробить всю броню. Ну, я даже не знаю, ребят. Вряд ли мы, конечно, успеем. Хотя, если два мощных укуса... Он еще и хиля... Он еще хиляется, и мало того, что повесил на себя еще и броню. Хотя, подожди. В событиях, друзья мои, на ничью... А, ну мы же не в событиях, е-мое. Мы же на арене. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Твою налево. Это же надо было так продинамиться, а? Если он сейчас меня уничтожит... Нам повезло. На тебе. Есть контакт. Ну что, очередной поединок у нас? Давай начнем вот так, пожалуй. Ну что ты там, по словам, делаешь? Дергаешься там? Успокойся. Так, бомбанули, кусанули. Так, потом барсик добьет его. Отлично. Разбег? Нет, никакого разбега не было. Поехали. Так. Так. И... Понятно все с тобой. Добивка. Ну и остается костолом. Сейчас будет бежать. Лично у него огонь. Огонь, по-моему. Сделаем с тобой отхил. Ну что? Ага, вот. Вот, ребята. Видите, что он делает? Понижает нам защиту и лишает возможности применять заклинания. Ну, тем не менее, победа за нами. Ну и последнее, надеюсь, у нас поединочек. Два змеевика плюс пристеголовый. Зная этого змеевика, это же он, по-моему, у нас огнеплющик. Поэтому я в первую очередь его бомбану. Отлично. Ну, а с этими уже будет разговор отдельный. А-а-а, ускорение у тебя. Вот ты как. Ускорение, это, конечно, хорошо. Ой-ой-ой, мощный удар хвостом. Блин. Погнали. Да что ты, я говорю, кусай. Слушай, ну, то, что у них ускорение, да, ребята, они очень часто начинают сразу ходить. Но он остался последний. Мы с тобой сделаем отхильчик. Ну и дальше уже его распетрушиваем, как только можем. Что он будет делать? Удар хвостом, понятно. Ну, а мы все равно выживаем. Ну, а по итогу нам выпал с тобой обычный пак. Самый обычный. Ну и, естественно, пак вождя. Душитель, кревет, водорез, громовой защитник, молодая стрелка. О, как. Молодая стрелка. Ну, в принципе, наверное, и все. Так, подождай-ка я. Вот так вот сделаю. Совсем-совсем немножечко нам остается, чтобы прокачать 12 драконов до 100 уровня. Будем, ребята, дальше стараться. Так, это будет 10 уровень, да, у нас громовой же отправился. Отправился в путешествие, в тренировку. Так что все будет у нас хорошо. А на этом, ребята, я закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok